Привет, мои девочки и мальчики! Я извиняюсь, что я в очках сижу, очень-очень греет солнышко и прямо в глазки. А чтобы снимать вам, я не нашла пока места такого, все лавочки заняты. В общем, сегодня я вам хочу показать, чем же питаются, кормят в институте питания. Хочу выложить фотографии и обновить видео, чтобы вам было понятно, потому что очень много подписалось девочек и мальчиков, которые хотели бы, конечно, увидеть и наглядный пример, и воспользоваться этим примером. Потому что, ну, как вы знаете, листать, перелистывать видео, как бы многим, ну, затруднительно, наверное. И хотелось бы, наверное, им помочь в этом. А сейчас моя подписчица и знакомая, с которой мы лежали в сентябре, Олечка, большой тебе привет! А сейчас лежит в институте и высылает мне фотографии оттуда. Привет всем, кто худеет в институте! Я вам желаю удачи, чтобы у вас все получилось, чтобы вы прошли этот тяжелый путь хотя бы 9 дней и восприняли это как помощь и поняли, что вам это очень-очень нужно, чтобы вы шли к своей цели и вы добивались того, что вы хотите. Потому что, как вы знаете, что вес, он, конечно, укорачивает нашу жизнь. Я это уже поняла. Ну, в общем, к сути, что я вам хотела сказать. Вот видите, вот все вылетает из головы, потому что, когда я снимаю видео, я все время переживаю, все время нервничаю, чтобы все вам сказать, все, чтобы я ничего не забыла и не выпустила. В общем, будут не видео, а будут только эти фотографии. Вот, постараюсь сделать, чтобы они шли медленно, эти фотографии, потому что, чтобы вы все рассмотрели, что там из чего состоит. Вот, ну, там в основном обычные бывают там супы, которые очень... Бывает там и картошка в этих супах, но она очень-очень мелко порезана, ее очень-очень мало. В основном там вода, морковка и капуста. Это в основном. Потом самую такую вкуснятину там дают кальмары, отваренные в сметанном соусе и с луком. Вот, но это бывает только один раз. В неделю, в общем, один раз за эти 9 дней. А вот. И питание, что самое главное, питание, оно очень разнообразно. И каждый день, и каждый обед, и каждый ужин, и каждый завтрак, все разнообразно, и каждый день. Только, как бы, получается, через неделю, получается, снова это же питание идет. Получается, как бы, 7 дней разнообразного питания. Очень жалко, что, конечно, сейчас в институте лежат, ну, как сказать, всего 9, 10, 11 дней. И очень это жалко. Потому что раньше лежали до 21 дня. Раньше можно было достичь результата еще больше. Вот. Кто, конечно, хочет этого, и кто не ходит на первый этаж, больше булки не ест. Есть, кстати, и такие люди, которые приходят туда, как на курорт. Чисто полежать и отдохнуть от своих близких. Нет, я их тоже понимаю. У каждого свои семейные ситуации в жизни. Ну, просто я считаю, что многие хотят туда попасть и полечиться, и отдохнуть в том плане, чтобы сбросить с себя лишнюю килограмму и лишнюю воду. Но есть недорвосовестные люди, которые ложатся чисто туда для отдыха. И я считаю, что это, конечно, неправильно. Потому что надо уступать место тем, кто хочет сбросить килограммы. Дуняша опять там скачет, прыгает. Опять я на детской площадке, опять оры. Но сегодня, кстати, потише. Так, я отошла опять от мыслей. В общем, сейчас будут фотографии. И, в общем, вы все увидите. Я надеюсь, что вам все понравится. Если будут какие-то вопросы насчет питания, насчет вдруг вы что-то не увидите в картинках, там еще что-то, ну, фотографии, я все подробно расскажу, что там. И, кстати, не пугайтесь, там раз в неделю дают или селедку соленую, соленую, или красную рыбу, тоже соленую. Это бывает в основном по субботам. Это я знаю точно. А дают в основном соленую рыбу красную, а в основном платеньком. Вот я лежала, платила за 3000 рублей за 10 дней. Но можно и ложиться и по ОМС в плане питания. Можно не платить за питание. Но так как я решила разнообразно попитаться, то, естественно, я платила деньги. Ну, 300 рублей в день, я считаю, что это не так много, не так дорого. Кстати, там еще будут перекусы. Перекусы там яблоки, сыр, кефир, шиповник. Вот это все перекусы. Там будут тоже отдельно показаны. Ну, в общем, все. Я думаю, что вы сейчас все увидите наглядным примером. И для вас будет очень хорошая мотивация, чтобы начать свой завтрак с определенных продуктов. Все. Большое вам спасибо, что вы меня смотрите. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите свои комментарии. Может, какие-то будут ваши мнения по этому питанию. Может, кто-то так не питается и не собирается питаться. Напоминаю вам, что режим дня в 9 утра завтрак, в 11, второй завтрак, в 2 часа обед, в 16 часов полдник и в 18 часов ужин. В 9 часов вечера у них, значит, получается 120 грамм кефира. И получается голодание в 15 часов. С 6 вечера до 9 утра ничего не кушают больше. Все. Надеюсь, все я сказала, все я высказала. Все. Если еще что-то я забыла, обязательно мне скажите. Я все вам напомню. И себе напомню. Все. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует.